Всем привет! Меня зовут Лиана и я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня я вам расскажу о своих новинках. Некоторые из них я уже успела разносить. Не знаю, почему я так долго не снимала видео про них. Видимо, мне просто хотелось насладиться прекрасными ароматами. Сейчас расскажу вам о них, так что давайте приступать. И первый потрясающий аромат это Йоджи Ямамото I'm Not Femme. В общем, это у меня женская версия. У них такая же есть еще мужская. Женская у нас парфюмерная вода, мужская в туалетной воде, в концентрации туалетная вода. Заказала я вообще совершенно вслепую. Просто из-за того, что увидела очень выгодное предложение на Валдберсе от продавца Бьюти Депо. Насколько я знаю, Йоджи пропали из продажи из Литуаля. Многие люди очень были этому расстроены. Многие поклонники данного дома. Я вообще раньше даже не задумывалась о ароматах данного вообще бренда. Просто мне очень так привлекли отзывы на Фрагрантике, отзывы на Валдберсе. Люди просто в восторге, что смогли найти, купить свой любимый аромат. Обязательно, кстати, ссылку оставлю в описании. В восторге, что смогли найти, купить свой любимый аромат. И я думаю, ну почему, почему бы и нет, почему бы не попробовать за такую стоимость. Особенно мне нравится вообще флакон. Он просто потрясающий. Вот эта вот цветная трубочка, она просто сводит меня с ума. Я очень люблю какие-то такие детали в флаконах. Крышка просто потрясающая. Правда, она немного царапает вот эту вот матовую поверхность. Вот. И боже. Ну я как всегда, я как всегда влюбилась. Потому что ароматы, которые я покупаю, чаще всего я в них влюбляюсь. И это невозможный красотый аромат. У меня ничего подобного просто, еще раз, у меня ничего подобного просто нет и не было в моем шкафу. Это такой однозначный унисекс. Также я знаю, и кстати, тоже хочу попробовать мужскую версию. Женщины тоже очень любят носить. Вот. Это просто потрясающий унисекс. Для меня это такой, знаете, молоденький, такой свежий лист табака. Это не тот табак, который мы привыкли слышать, как в сигаретах. Это не тот табак, как, например, в табако-ваниль Томфорд. Я не знаю даже, как это объяснить. Просто вот я, например, дала своему мужчине понюхать этот аромат с меня. И он сказал, что да, табаком пахнет. Ну, таким листом табака. Ароматы немного отличаются, ну, даже не немного, они отличаются от привычного нам табака, который мы слышим, когда люди курят, например. Такой сладковатый этот лист с такой, знаете, сушеной вишенкой. В общем, ноты вишни там вообще нет, но я не одна, которая слышит такую ноту. Мне представляется сушеная такая, знаете, уже такая сморщенная вишенка. Сухая, она не яркая, она не сладкая, не кислая, не компотная. Господи, мне аромат попал в рот, пока я говорю. И также всё это на замшевой такой подложке, мягкой такой, знаете, я даже как будто бы, когда вдыхаю аромат, у меня сразу на пальцах ощущение, что я трогаю замшу. Также данного аспекта замши нету в этом аромате, она есть в мужской версии. Не знаю, почему, как. Ну, со мной, видимо, так играет мой мозг, что я слышу такие ноты. Там у нас, по-моему, что у нас там вроде как есть, то ли асмантус, то ли же с ним. Что-то есть такое из белых цветов, я их не слышу. Нет, я их не слышу. Также потом, когда аромат усаживается, через буквально пару часов начинает выходить у нас ваниль. Ваниль сухая, ваниль такая благородная, но это безумно красивый аромат. Шлейф потрясающий, он такой, знаете, как бы ты поворачиваешь голову, вот ты вроде не слышишь, не слышишь, повернул голову. Аромат навеял, напомнил о себе. И на одежде это очень стойко, на одежде это держится просто потрясающе. Аромат у нас 2017 года, кстати. Боже, ну, я хочу себе думать, потому что здесь у меня 50 мл. Если вам видно, вам не видно. Вот, я вот столько уже сносила. Я хочу себе дубль. Я жду ту стоимость, за которую я его приобрела. И также хочу мужскую версию попробовать тоже. Потрясающий аромат. Так, приступаем с вами дальше. И это у нас тоже, знаете, наверное, уже многие знают, была такая потрясающая цена на этот аромат. И вообще, черная пятница, все дела. Литуаль, правда, нас в этом году не сильно балует какими-то скидками огромными, потому что там было все очень так локально, как бы на малой позиции. Но да, я тоже приобрела эту красоту. Это у нас Трусарди, деликат Роуз. Трусарди, деликат Роуз. Трусарди, деликат Роуз. Трусарди, деликат Роуз. И, ну, кстати, цвет мне очень нравится. Такой пудровый, такой он, такая вообще дымка розная, как будто бы. Этот аромат у нас вообще про розу. Но, кстати, есть очень-очень многие любители данного аромата. Точнее, очень много любителей данного аромата. Аромат вроде бы у нас про розу, но я... Я здесь слышу очень сильно, очень отчетливо пион. Пион, знаете, либо это играет так со мной какое-то, я не знаю, какое-то сплетение нот. Но я слышу пион, причем такой достаточно яркий пион. И немного яблочко зеленого, чутка кисловатого яблочка. Мы с девочками общались в одном чате, и многие ждали именно кисловатую розочку. Но кто-то плюсанул, когда я написала, что мне это все пахнет пионом. Это красиво, это благородно, это очень женственно, это очень легко. Это очень такой летящий аромат. Он не сильно стойкий, но он очень летящий и близко сидящий к телу. Но при этом, знаете, очень интимный аромат. Но при этом очень женственный, очень красивый. И определенный аромат весна-лето. То есть сейчас я его не могу на себе представить. Не знаю, как и у многих, мне хочется сладости, хочется тепла, хочется как-то себя порадовать, чем-то согреть. Также у меня почему-то последнее время какой-то в голове просто бум. И я не знаю, я зациклилась. Мне очень хочется каких-то цитрусовых ароматов. Про цитрусов у нас будет чуть позже. И прошу прощения, летит самолет. И этот аромат, я рада, что я его приобрела. То есть вообще по смешной цене, 1100 рублей за трусарди. Пускай тридцатка, но это очень милый флакон. Вот, смотрите, крышка у нас вот такая вот. Как бы вам показать. Тут такой герб дома трусарди. Вот. И в общем, я очень рада, что я приобрела этот аромат. Именно сейчас, потому что сейчас у меня есть возможность его просто поставить в шкаф. И он у меня будет достаиваться до весны. И я уверена, что этот аромат станет куда более стойким. Ой, может мне снять видео про мои ароматы трусарди? У меня их не очень много. У меня всего три аромата данного дома, данного бренда. Вот. Просто хочется поговорить. Мне нравится этот бренд. У него абсолютно все ароматы очень такие комплиментарные. Очень такие, знаете, они и удовольствуемые, при этом очень интересные. В общем, все ароматы у них хорошие. И нравятся очень многим. Сегодня я захотела какую-то такую прическу сделать. Вот. Мне нравится. Такая игривая девочка. Так. А, кстати, этот у нас аромат трусардион 2012 года. Издание. Вот. Люблю почему-то шариться и искать, смотреть, какого года у нас, в каком году был выпущен аромат. Ну вот, мне нравится знать такую информацию. И следующий аромат у нас это Антонио Бандерас. Антонио Бандерас Queen of Seduction 2016 года. Издание. Этот аромат у меня 50 миллилитров. И это у нас концентрация туалетная вода. Я его заказала совершенно недавно. Пришел он мне буквально вчера. Но я очень хорошо знакома с этим ароматом. Очень хорошо знакома с этим ароматом. Вот. Флакончик потрясающий. И такая жизнерадостная у нас... Водичка во флаконе. Я очень хорошо знакома с этим ароматом. Пять лет назад мой молодой человек купил мне его. Купил себе короля King of Seduction. Такая версия более голубой флакон. Такой неглубокий синий там с таким сереньким. Кстати, прошло пять лет и у него все еще от сотки осталось где-то миллилитров, наверное, 10-15. Все еще. Вот. Я же сносила за свое время, за это время, точнее, два полноразмерных флакона. Полноразмерки у них, по-моему, идут 90 миллилитров, а не 100. Вот. В свое время сносила два флакона. И по такой замечательной акции, замечательной цене я решила заказать этот аромат в Рикош. Во-первых, чтобы вспомнить. Во-вторых, чтобы вернуть его, так сказать, в свою коллекцию. Потому что аромат мне очень нравился. Хотя это абсолютно не мое направление. Вроде казалось бы. Но здесь у нас присутствуют цитрусы. Присутствуют цитрусы. Какие-то водные ноты. Мускус. Кедр. Но кедр и древесные ноты, они у нас в вазе. Таким легким-легким флером остаются. На старте это водные ноты. Действительно, он такой водянистый. Он такой акватический. Прямо как и цвет жидкости. Не знаю, вам видно, нет. Вот так вот, не думаю, будет. Прямо как и цвет жидкости. Такой акватический. Акватический. Акватическо-цитрусовый аромат у нас. Флакон просто потрясающий. Стойкость у них, к сожалению, не очень высокая. Но вообще, также у Антонио Бандерас очень такие ароматы комплементарные. Также удовольствуемые, хорошие. Прямо как у Труссарди. Вот все ароматы мне нравятся. Как мужские, так и женские. Но женские я бы не хотела... Ну, не все ароматы я бы хотела иметь у себя в коллекции. Мне очень нравится... Вставлю фотографии, я не помню название. Золотое сердечко у них есть. И такое малиновое, малиново-бордовое сердечко. И вот этот вот аромат мне также очень сильно нравится. Ну, скорее всего, он мне нравится. В первую очередь из-за того, что это такой якорь парфюмерный, так сказать. Потому что в начале отношений мой молодой человек купил этот аромат. И то есть у меня, естественно, идет ассоциация с тем временем. Очень хорошо. Мужские ароматы у Бандереса просто потрясающие. У меня папа обожает блю. Блю седакшн, по-моему. Я частенько его ему дарю. Либо на Новый год, либо на 23 февраля. Либо на день рождения. Потому что это все рядом. Ряду все эти праздники. Вот. И вот у моего мужчины все еще король стоит. На дне немного осталось. И потрясающе. У них обалденные ароматы. Их можно считать бюджетными. Вот. Но цены как-то поднялись на них. И, если честно, раньше было гораздо лучше. То есть, вот пять лет назад самый большой объем мне был куплен в районе 800 рублей. На тот момент это был самый дорогой парфюм у меня. Вот. Я тогда считала это люксом. Вот. Но, как мы понимаем, это у нас такой, можно сказать, немного люксовый масс-маркет. И также парфюм от Celebrity Антонио Бандерас. Вот. И хотела бы я заключить данное видео. Закрыть его, так сказать, таким... Господи, я влюблена. Просто последние дни я ушла в запой с этой вещью. Купила даже дубль. Вот. Вот так вот у нас это выглядит. Я не знаю, видно вам или нет. То есть, здесь у нас флакончик семь с половиной миллилитров. И вот столько я сносила за неделю. Я просто им обливаюсь как-то безбожно. Это у нас какой-то арабский бренд. А, это у нас Латафа. Это у нас Латафа, оказывается. Вот оно что. Купила, даже не знаю, что купила. Вот. Это у нас Латафа, оказывается. Покупала я на Валберис. Обязательно. Это также оставлю ссылку, как и на Юджи. Вот. И это у нас копия на молекулу Эксцентрик-01 плюс мандарин. Я аж чуть ли пульвик себе в нос не засунула. Боже. Это просто потрясающе. Вот. Именно с этого момента у меня произошёл какой-то бум в голове. Мне безумно захотелось аромат, который благоухал бы явным мандарином. И у Ланы в чате, девочка потрясающая тоже блогер, у неё в чате она выставила, что заказала свою любимую молекулу. Вот. Я надеюсь, ты не против, что я это рассказываю. Если ты видишь это видео. Вот. И как только я увидела, что там написано мандарин, я просто сразу же перешла по ссылке на Валберис. Закинула себе в корзину и заказала. Особо сильно чего-то такого не ожидала. Думала, ну, надеялась, будет пахнуть мандарином. И да, это пахнет мандарином. Таким, знаете, не сильно сладким мандарином, кисловатым. Со всеми листиками, веточками. Это прям пахнет именно и листьями мандариновыми. Мандариновой кожурой. Я не слышу здесь какую-то молекулу. Вот это вот и сои супер. Слышу именно чистый, свежий, натуралистичный мандарин полузелёный. С листьями, с веточками. Стойкость, кстати, неплохая. Определённо, прямо ярко, явно звучит часа три. Вот. Остаётся на одежде. Хорошо, неплохо. То есть на следующий день на одежде пахнет. У меня куртка пахнет. У меня пахнет мой снуд. По-моему, это называется снуд. Вот. И я влюблена. Как только он мне пришёл, я его распылила себе на руку. Я просто тут же, тут же заказала себе дубль. И он пока что пропал из наличия. Надеюсь, он появится в наличии. Потому что эта история стоит 200 с копейками рублей. И вот так вот предпраздничное, предновогоднее настроение поднимать будет просто отлично. Просто замечательно. Поверьте мне, это реально пахнет мандарином. Вообще обалденно. Так, ну что ж. Пишите в комментариях, пожалуйста, знакомы ли вы хоть с одним ароматом, который я сегодня вам показала. Пишите, может быть, своё мнение. Как вам нравится, не нравится. Любите, может, обожаете. Вот. Это вот всё. Такая вот красота. Всё, в принципе, у меня сегодня получилось так. Бюджетненько относительно. На что будут ссылки, я ссылки оставлю. Кстати, всё ещё идёт акция в Литуаль на Трусарде Деликат Роуз. Он всё ещё у нас стоит 30 мл за 1600. Также, если у вас есть бонусные баллы, их можно будет списать. И просто замечательная цена получается на него. Я, в принципе, осталась в восторге. И вообще в восторге от всех своих последних покупок. Вот. Я их стала обдумывать. Ну, как обдумывать? Я могу обдумывать их вечер, но целый вечер я могу искать про них какие-то отзывы, истории. Вот это вот всё-всё-всё. И как-то думаю-думаю и покупаю. Вот. Также не забывайте подписываться, ставить лайки. Мне очень греет душу ваши комментарии. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. У меня там очень уютно, интересно, прикольно. Можно поговорить и за жизнь, и за профюмки. И вообще за всё, что угодно. Вот. Я надеюсь, вам понравилось это видео. И жду вас снова на своём канале. Пока.